Пятый месяц года, май, пожалуй, самый любимый всеми поколениями. Время цветения и тепла, время праздников и выходных. О самых значимых датах грядущего мая мы будем говорить сегодня с нашей гостьей. Присоединяйтесь к диалогу. Ирина Викторовна Довгала. Начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. В разное время получила высшее образование на филологическом и юридическом факультетах Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Закончила Академию управления при президенте Республики Беларусь. Начало трудовой биографии Ирины Довгала в конце 80-х, начале 90-х годов связано с работой с молодежью в пионерской и комсомольской организациях, комиссии по делам несовершеннолетних. В 2003 году она возглавила отдел по делам молодежи Гомельского горысполкома. Начиная с 2004 года, 6 лет проработала в администрации Новобелецкого района Гомеля. В 2010 году стала заместителем, а через год начальником Главного управления идеологической работы облсполкома. В 2013 году его объединили с управлением культуры, отделом по делам молодежи и отделом по делам религий и национальностей. На вопросы, которые касаются организации идеологической работы в регионе, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0-232-77-68-45. Здравствуйте, Ирина Викторовна, рада вас видеть у нас в студии. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ирина Викторовна, идеологическая работа – это понятие, наверное, всеобъемлющее. От организации культурно-массовых мероприятий до подписной кампании и ситуации на отдельно взятом предприятии области. Скажите, пожалуйста, насколько четко выстроена идеологическая работа в нашем регионе? По каким параметрам это можно оценивать? Вот про параметры это вы тут завернули, конечно. Я вам хочу сказать, что идеологическая работа – это достаточно сложное направление, а самое главное то, знаете, как говорят, ее нельзя пощупать, да? Если мы построили дом, есть дом, мы его видим, совершенно замечательно. Что-то выпустила наша промышленность, одежду, да, что-то вот, стол, совершенно замечательно. Все можно потрогать. Идеологию не потрогаешь. Но это то, что, наверное, дает каждому человеку и населению в целом при формировании своего мнения о той стране, в которой он живет, о в целом мировом пространстве. И какую толику занимает конкретно его личность, его семья, его организация и его страна вообще в целом в мировом, как говорится, пространстве и информационном. То, что касается оценки работы, конечно, самое главное, самой главной оценкой в работе, наверное, является в первую очередь, это то, что общественная ситуация в регионе стабильная. У нас сегодня нет никаких-то революций, потрясений, да, какие-то, то, что вот может сотрясать сегодня общество. Ну и, конечно, это участие в выборах. Вот мы в этом году, да, у нас сегодня самый главный экзамен – это выборы президента Республики Беларусь. И, наверное, то, насколько сегодня существует доверие населения к государственной власти и, в первую очередь, к главе государства, когда они приходят на избирательные участки, вот это, наверное, самая главная оценка организации идеологической работы. Это итоговая оценка. А в целом, то, насколько эффективно работают сегодня идеологические работники, как вы, оцениваете ежедневно, еженедельно? Конечно, это достаточно мощный кадровый потенциал, потому что это люди, которые действительно имеют, как правило, за спиной хороший жизненный, профессиональный опыт. И, конечно же, мы постоянно проводим мониторинг и проблемных предприятий. Ведь согласитесь, что экономическая ситуация, конечно же, сказывается на том, какое вообще мышление есть у людей. Но ведь с людьми нужно разговаривать, к людям нужно идти и говорить о том, что да, сегодня действительно сложно. Но ведь сложно не только в Республике Беларусь и не только в Гомельской области. Сегодня в целом экономические процессы, которые идут в мировой экономике, мы не можем остаться вообще в целом безучастными. Мы, конечно, взаимосвязаны и на экспорте товаров и услуг, мы сегодня связаны на импортозамещении. И если не получается здесь, значит, нужно искать другие выходы. И, соответственно, с людьми нужно говорить. Если идет падение производства, это понятно, что оно абсолютно взаимосвязано с уровнем заработной платы. Поэтому, конечно, нужно говорить, ведь в любой семье есть определенные проблемы, они решаются, и завтра наступает совершенно замечательный новый день. Спасибо большое за столь подробный ответ. Май – это время, когда общественная жизнь, как никогда, наверное, бурная и насыщенная самыми разными событиями. Предлагаю начать с 5 и 7 мая, когда свои профессиональные праздники отмечают журналисты. Сначала газетчики, а затем работники радио и телевидения. Скажите, пожалуйста, сколько человек сегодня представляет журналистскую братью нашего региона? Вы знаете, это совершенно замечательная, я бы сказала, пусть не очень сильно большая, как промышленность, да, но совершенно замечательная армия журналистов. Это порядка 400 человек, которые сегодня действительно не просто формируют мнение, они высказывают критические замечания. Если хотите, иногда отличные, которые отличаются в целом от мнения, допустим, которые высказываются на официальном уровне, и это замечательно. Сегодня средства массовой информации, извините, это не карманная газета или телевидение у любого госоргана. Сегодня это, так скажем, те СМИ, которые абсолютно открыто высказывают те, так скажем, мнения, которые у них есть, и показывают те события, которые будут интересны сегодня зрителю или читателю, или слушателю. Ирина Викторовна, из каких источников вы узнаете новости? Вы знаете, из всех. Конечно, с учетом того, что сегодня очень большой поток идет интернет-пространства, ну и мы, наверное, не будем лукавить и скажем сегодня о том, что интернет, конечно, занимает достаточно большой диапазон, так скажем, в чисто информационном пространстве. Но, конечно, это и телевидение. Хочу вам сказать, что великолепная абсолютно подача информации и с очень хорошим, так скажем, перемежеванием музыкальных пауз, и если хотите таких-таких, где-то интересных, так скажем, высказываний, афоризмов, шуток, конечно, радио. Как бы мы ни хотели. Учитывая то, что у меня работа связана с очень большим количеством командировок, я в пути с удовольствием слушаю радио. И, конечно, печатные СМИ, потому что утро у меня так или иначе, пусть не всегда досконально, но хотя бы по диагонали, я, конечно, прессу практически всю, я, конечно, смотрю. Поэтому источников много и действительно черпаю, так скажем, отовсюду. Сегодня интернет действительно становится все более значимым источником получения информации для людей. И нравится нам это или не нравится, но такова жизнь. И каждому в своей деятельности приходится осваивать новые технологии. А региональным изданиям приходится пересматривать концепции своего вещания. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете, насколько в интернет-пространстве сегодня конкурентоспособны электронные версии наших изданий? Если мы возьмем исключительные редакции наших газет, да, у нас, конечно, у каждого района есть свое печатное издание. Не буду вам, так скажем, вот обманывать, но скажу, как есть. Потому что сегодня печатные газеты имеют каждый свой интернет-ресурс, но в подавляющем большинстве до недавнего времени это были в большей степени абсолютные кальки печатного издания. И вот в течение буквально 2014 года у нас шли такие, знаете, масштабные изменения. Самое приятное то, что таким пионером, что ли, и флагманом стала гомельская правда. Сегодня интернет-портал в Правда Гомель, который у нас сегодня является главным, не просто уже областным, так скажем, ресурсом, действительно захватил очень большое количество интернет-подписчиков, я бы это так назвала. И те рубрики, опросы, связь в социальных сетях, это просто потрясающе. И самое интересное, вот я даже проанализировала, что у нас именно с портала Правда Гомель берут потом в ссылки очень-очень многие интернет-ресурсы. Очень многие. Главное, чтобы они их не коверкали. Вот это как бы, потому что, наверное, авторское право действительно должно о себе давать знать. И, соответственно, газеты, конечно, сегодня тоже уже идут, так скажем, по пути вот этой модернизации и интересного подхода к интернет-пользователю. У нас очень интересные сегодня новинки есть и хорошие подходы и в газете Рогачевского района, и Ветковского района, Ветковской газете. Поэтому, вы знаете, даже вот и большие, и маленькие регионы, но идут достаточно, так скажем, плановерно к тому, чтобы привлечь к себе интернет-пользователя. Ну и как раз я хотела бы проанонсировать, наверное, что наша программа «Диалог» тоже скоро можно будет на обновленном сайте телерадиокомпании в прямом эфире видеть в интернет-пространстве. Замечательно. Ну, мы говорили о сайтах газет. Сегодня, конечно, все большее число выбирает именно такой способ ознакомления с прессой. Мне интересно, сколько людей у нас сегодня не мыслят своего утра или своего вечера без того, чтобы взять в руки свежий выпуск любимой газеты, чтобы можно было вырезать статью, которая понравилась, или сохранить рецепт. Как все-таки продаются именно печатные версии? Могу вам сказать, что вот то, что касается подписчиков непосредственно, то по нашим изданиям у нас сегодня порядка 160 тысяч. Конечно, в течение последних нескольких лет, вот как раз то, о чем мы говорили, с учетом, ну, такого, знаете, семимильного наступательного движения непосредственно интернет-ресурсов, немножечко снижения было. Абсолютного, конечно, количества людей, которые утром сидят с чашкой кофе из газеты в руках, я вам, конечно, не скажу. И по сравнению, наверное, даже с десятью годами раньше это количество, конечно, значительно уменьшилось. Но такие люди, абсолютно верные своей газете, конечно же, есть. Спасибо, Ирина Викторовна. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я слышала, что у нас в Лоеве строится новый мемориал. Вот такой вопрос. Что это за мемориал и когда будет открытие его? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, это, я бы сказала, что сегодня Лоевский мемориал, вы знаете, это, наверное, такое детище Гомельской области. Мы достаточно плотно занимались поиском исторических данных, потому что очень много было интересных моментов. Вообще захоронение в Лоеве было еще, так скажем, вот со времен войны и Стелла была и так далее. Но к губернатору обратились общественные объединения, это ветеранская организация, фонд мира и районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи. И наш губернатор Владимир Андреевич Дворник не просто поддержал эту инициативу, а действительно мы влились все буквально вот в эту работу. Могу вам только сказать одно. Аналогов мест, как в Лоеве, сегодня, наверное, нет не то, что на постсоветском пространстве, а даже в Европе. За взятие Лоевского плацдарма, если совсем вот коротко, 365 человек, которые были удостоены звания Героя Советского Союза. И это, так скажем, вот эта задумка мемориального, так скажем, комплекса, где на мемориальных досках будут нанесены фамилии всех 365 человек. Пока абсолютно точную дату открытия я не могу вам сказать просто по одной простой причине, что там ведутся очень масштабные работы. И, к сожалению, далеко не все, даже вот чисто в техническом, так скажем, плане, мы, так скажем, можем вот рассчитать. Потому что мы коснулись одной стороны вопроса, а когда делали стелу, открыли, а в стеле нашли послание потомкам. То есть те строители, которые в 1965 году строили эту стелу, заложили послание. Стелу увеличивали, то есть работы увеличиваются. Поэтому пока не скажу, как говорят, следите за прессой, как раз то, о чем мы говорим. Тему сохранения исторического наследия и подготовки к празднованию Великой Победы мы, конечно же, еще продолжим. Но я хотела бы обсудить еще несколько вопросов, которые мне тоже интересны. Вы говорили, Ирина Викторовна, что вы постоянно слушаете радио. Как вы считаете, насколько большую роль сегодня в информировании населения о важных событиях в жизни региона играет именно радиовещание? А вот давайте начнем с сегодняшнего дня. У нас сегодня было одно из самых значимых событий нашей страны. Это ежегодное послание президента. Где в первую очередь транслировалось? По радио. По радио. И сегодня, конечно же, белорусский канал, который сразу, как говорится, вел прямую трансляцию, точно так же, как и радио. И люди могли даже на рабочих местах, потому что включали очень большие ретрансляторы, которые действительно давали возможность и на рабочих местах. Вплоть до того, что, так скажем, людям в поле. Едешь в машине, как угодно. Поэтому радио – это великолепный, совершенно замечательный, так скажем, источник информирования населения. И, наверное, так скажем, то, что сегодня радиовещание идет по пути развития, потому что, согласитесь, что это очень важно. И это прислушивается, так скажем, к мнению людей, которые занимаются в абсолютно разных сферах и разных интересах. Сегодня на радио можно найти информацию, которая будет интересна бизнесменам, дамохозяйкам. Сегодня мы можем найти курсовые данные, да, интересные. Сегодня мы можем услышать замечательную песню, мы можем услышать обсуждение, где будет проводиться ремонт дороги и так далее, и так далее. Поэтому радиовещание сегодня совершенно замечательный источник, на мой взгляд. Спасибо большое. У нас есть сейчас иной телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Отпросить я хочу вот о чем. Ирина Васильевна, скажите, как-то так вот получается, что на всех общественных мероприятиях присутствуют представители конфессиональные, только православные, религиозные общины нашей страны. А почему нету католических, иудейских, мусульманских священников, вот на торжественных мероприятиях, вплоть до республиканских. Это возможно не только у нас в Гомеле, это и в республике тоже. Я сама православная, все на меня католик, и поэтому вот, например, меня этот вопрос каким-то образом вот заинтересовал. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я могу вам сегодня сказать абсолютно откровенно, что никакого приоритета или деления сегодня абсолютно для, так скажем, конфессии сегодня нет. Если, так скажем, смотреть чисто в пропорциональном, так скажем, вот плане, чисто, если хотите, такой-такой математический, да, наверное, какой-то момент, чисто в математическом. У нас порядка 80% населения сегодня, ну, так скажем, где-то поддерживают, ну, не то что поддерживают, а являются православными или относят себя к православным. Ну, ни в коем случае сегодня мы не говорим о том, что мы отдаем, грубо говоря, там, пальму первенства Белорусской Православной Церкви и как-то мало уделяем католикам. Ну, и потом, я не думаю, что на каком-то мероприятии, буквально завтра, кстати говоря, приглашаю всех, будет большое торжественное мероприятие, посвященное празднику труда и занесению на доску почета. Но даже ведущие, которые никогда не скажут, что у нас присутствуют вот такие, такие или вот такие конфессии, ни в коем случае. Сегодня у каждого есть возможность, поэтому приглашаем всех. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 777-6845, номер телефона, по которому вы, уважаемые телезрители, можете задать вопросы или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорили о СМИ нашего региона. Журналисты – люди амбициозные и, как правило, честолюбивые. Возможностей себя проявить масса, всевозможных конкурсов очень много. Самое главное для телевизионщиков – телевершина. Да, еще впереди. Ирина Викторовна, ну скажите, какими достижениями СМИ региона уже порадовали за прошедший с прошлого мая год? Ой, так хочу похвастаться. Страшное дело. Не сдерживайте себя. Ну, могу вам сразу сказать. Вы знаете, прежде чем, так скажем, назову вот эти победы, в буквальном смысле этого слова в течение всего года всегда буквально призываю все наши редакции, все наши телекомпании. Говорю, заявляйтесь о себе, рассказывайте. У вас есть что показать. И заявляйтесь на все конкурсы. Ведь, как говорят, двери открывают тому, кто стучится. Правильно? И тогда, когда заявляешься, иногда они говорят, ну вот мы вот раз вот заявились, вот нам как бы ничего, и другой раз нет. Могу вам сказать, что вот чисто за прошлый год, вот за 2014 год на конкурсе у нас получили золотую литеру «Жлобинская газета «Новый день» и «Реческая газета «Днепровец». При этом знаю, что в году 70-летию очень интересно, самых разных много было проектов, и наша городская газета «Гомельская», «Гомельские ведомости» получила гран-при, и это совершенно потрясающе. Это то, что, ну действительно, за что, может быть, годами редакции борются. Они получили совершенно великолепные 838 огненных дней, они получили гран-при за этот великолепный проект. То, что касается золотой литеры, у нас получали наши журналисты, и «Гомельской правды», поэтому совершенно, так скажем, замечательно. И могу вам сразу сказать, существует еще кроме этого масса номинаций. У нас там и Светлогорские новины, кстати, вот Светлогорский район, мы все время говорим, вот это проблемы наркомании, ВИЧ-спида и так далее. Они не просто заявляют о себе вот в этом, а они кричат об этом, и они пишут новые какие-то рубрики, и они тоже получили награду именно за вот это направление. Поэтому, конечно, работа ведется, я говорю, ищите свою нишу, вы ее найдете, и вы обязательно получите результат. Поэтому есть. Ну, сейчас мы ждем, конечно, вот ТИБа, кстати, по ТИБа. Вот только, вот только, только, только мы. Порядка 700 участников было по интернет-ресурсам. Без ложной скромности, скажу, хотели большего. Думали, что будем победителями. Но портал Гомельского обл. полкома занял третье место. Подчеркиваю, 716 ресурсов. По молодежным, значит, интернет-ресурсам обкома БРСМ Гомельского второе место они взяли. Поэтому я очень вот рада и говорю, участвуйте. Так что победы есть, но мы хотим большего. Ежегодно подводятся итоги областного конкурса среди средств массовой информации. Я, конечно, понимаю, что секретов вы нам не раскроете, но скажите, как и когда будут подводиться итоги в этом году? А еще пока и нечего раскрывать, могу вам сразу сказать. Сегодня у, так скажем, членов жюри нашего соревнования действительно идет просто колоссальный, кропотливый, вот такой каждодневный труд, потому что поступило порядка 40 работ. Поверьте, что мы действительно очень скрупулезно, очень досконально изучаем и смотрим каждую работу. Потому что сегодня очень хочется действительно, чтобы победы достались, очень хороший призовой фонд. 1712 базовых величин. Так что будем следить за новостями. Ирина Викторовна, давайте, наверное, к главной теме нашего сегодняшнего диалога перейдем. День Победы – это не просто государственный праздник в нашей стране. Это символ героического прошлого нашего народа. Это символ нашей любви и признательности. Поколению дедов и прадедов, которые завоевали ту великую победу, которые спасли от страшной беды такой хрупкий мир. Сегодня очень больно видеть, что происходит в некоторых странах, которые называют себя европейскими и цивилизованными. Скажите, пожалуйста, как не допустить заигрывания с этими очень опасными идеями? Как не допустить перевирания исторических фактов? Вы знаете, я абсолютно согласна с тем, что нужно уметь беречь историю. Сегодня, наверное, те законопроекты, которые приняты и получили такое бурное обсуждение в средствах массовой информации, причем в разных источниках, на разных ресурсах, то, что происходит в Украине, могу вам сказать абсолютно открыто, что это не остается бесследным и не без обсуждений, конечно же, среди белорусов. И я бы даже сказала не среди белорусов, а среди жителей Белоруссии. Почему? Потому что ведь у нас сегодня, во-первых, очень много переселенцев. Мы сегодня вот как раз уже говорили о конфессиях, разных конфессий. У нас очень много разных национальностей. И, естественно, мы когда говорим о том, что сохраняя вот эту общность и историю, мы сегодня сохраняем будущее. Ведь не зря говорят, если ты выстрелил свое прошлое из ружья, оно выстрелит и в тебя из пушки. И не нужно об этом забывать. И сегодня, буквально недавно, было создано общественное объединение «Защита и правды о войне». И я могу вам сказать, что это далеко не случайно. Поэтому главная задача сегодня, во-первых, работать, конечно, с молодежью. Молодежь должна... А молодежь у нас хорошая, замечательная. Поэтому, конечно же, главная задача – это действительно рассказать просто правду. Ирина Викторовна, я предлагаю сейчас выслушать мнение наших гомельчан, которые отвечали на вопрос, как сохранить историческую правду и память о Великой Отечественной войне. Давайте посмотрим. Кажется, очень много делается для сохранения памяти. В школах работа ведется, в образовании работа ведется очень большая, с детьми работа. Это самое главное, мне кажется. Чтобы дети знали, помнили. Теперьшняя молодежь, я себе тоже говорю, что мы просто забываем о людях, которые для нас это все сделали. Создать, может, какие-то отряды, группы, чтобы ходить к ним, узнавать, писать книги о них, в конце концов, статьи какие-то. Даже пусть не совсем научные, можно даже в художественной форме что-то. Чтобы они рассказывали, чтобы они это, то есть понятно, что им это может быть как-то, может, где-то не очень приятно, где-то больно. Но они будут чувствовать себя нужными. Студентов вывозят на места захоронения, где там возлагаются цветы, проводятся разные парады. Я считаю, что достаточно делается в нашей республике, чтобы мы помнили всегда об этой дате, о людях, которые сражались и которые сделали все, чтобы сейчас мы жили в спокойном и мирном времени. Я не могу дать ответ, как рядовые граждане. Хотелось бы и с ними поговорить, узнать, но только те, кто воевал. Вот это мой единственный ответ. Потому что у меня дед, орден Красной Звезды, гитва за Москву, понимаете? Очень бы хотелось бы, только те, кто воевал, а не те, кто после смерти моего деда приходил и говорил, а можно медальку за битву за Москву у вас взять, а то я свою потерял. Были и такие случаи. Я считаю, что это все делается правильно, так как ветеранав осталось мало, надо уделять им больше внимания. Хотелось бы всегда больше, естественно, вы же понимаете. На все же денег всегда, как всегда, не хватает. Но по возможности, конечно, делается. Я думаю, делается много и положительного делается. У меня отец воевал, он умер после войны сразу. И поэтому память сохраняется в Белоруссии очень даже неплохо. В других республиках я не могу такое сказать, хотя много где было, и тоже раньше было, сохранялось. А сейчас, судя по Украине, так неприятно слышать такое. Конечно, хотелось бы, чтобы и наши дети, и внуки, и правнуки больше знали о нашей истории. Больше знали, для чего воевали наши прадеды, деды. Продолжаем диалог в прямом эфире. И в нашей студии принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, может быть, уже это было озвучено, я, к сожалению, сначала смотрю программу. Я вот читала в газете и по телевизору видела, вы ли у нас вышли к 70-летию Победы книги на эту тему. Вот скажите, эти книги можно будет купить где-то в магазинах, или они будут только в библиотеках, где-то на предприятиях? Как можно будет такие книги где-то для себя приобрести? Спасибо большое. Вы знаете, я настолько вообще вот рада тому, что у нас очень много совершенно замечательных, интересных проектов, посвященных 70-летию. Могу вам сразу сказать, что буквально вот редакция Гомельской правды, издательство Гомель, Гомельской правды выпустила книгу «Никогда не забудем». Могу вам сразу сказать, что совершенно потрясающее издание, которое делала Белта, и выставка начиналась с нас. Победа одна для всех. Совершенно потрясающее издание, которое вот сейчас уже, так скажем, практически вот, ну, на выходе уже. Это нашей библиотеки имени Ленина «Живая память моей семьи». Совершенно потрясающие истории. Могу вам единственное сказать, немножко обидно, но небольшими тиражами идут эти издания, небольшими тиражами. Но мы сегодня, так скажем, в первую очередь, конечно же, предусматриваем в подарках ветеранам обязательно. Идут на библиотечную систему. Мы постараемся, чтобы подавляющее большинство библиотек имели. И небольшое количество, но мы пустим в продажу через наши книжные, но не через частную торговлю, а именно вот книжные наши магазины. Мы постараемся, чтобы они, я еще раз подчеркиваю, небольшим количеством, но были. Ирина Викторовна, как раз в продолжение этой темы будет очень кстати наш сюжет. Он посвящен творческим проектам, которые готовят учреждения культуры и образования нашего региона к грядущему празднику. Давайте посмотрим. В Гомельском государственном художественном колледже в эти дни реализуется творческий проект «Портрет ветерана». 12 героев выбрали по согласованию с городским советом ветеранов. Говорят, что можно было бы и больше, однако сроки поджимают. Тем более, что с каждым участником Великой Отечественной учащиеся колледжа встречались лично. Записывали воспоминания и фотографировали. Прийти для позирования лично по состоянию здоровья может, к сожалению, уже далеко не каждый. Завершающий уже этап у нас будет 5 мая, когда мы пригласим всех ветеранов, которые смогут приехать к нам. Будет небольшой концерт, будет презентация, выставка наших работ. Поздравление и вручение подарка ветеранам. Еще один проект, не имеющий аналогов в Беларуси, будет презентован в Гомеле 8 мая. Группа сотрудников областной универсальной библиотеки подготовила книгу «Живая память моей семьи». В ее основе воспоминания реальных людей. Задача проекта, реализованного при финансовой поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома, показать, что, отдаляясь от нас по времени, Великое Отечественное по-прежнему остается в памяти поколений. И переживших войну, и никогда не видевших ее. Присутствует и личная трагедия человека. Вот, например, рассказы там колыбельные есть, когда, убегая от немцев в лесу с ребенком, маленьким, женщина, ребенок заплакал, сзади немцы, и встает дилемма. Голосом ребенок может выдаст присутствие жителей, беглецов. И ее все просят настойчиво приглушить этот крик, скажем так. И вот она, ну, нечаянно, получается, этого ребенка своего убила, задушила. Это одна сторона. Трогает, конечно, очень сильно. Другая сторона героическая. Допустим, как в самом начале войны отбивали налеты на аэродром немцев. Опять-таки, когда раненый стрелок сидит, превознимая боль, он сражается и он побеждает, невзирая ни на что. То есть каждый эпизод по-своему интересен и по-своему цепляет. Материалы для будущей книги прислали сотрудники централизованной библиотечной сети. В течение последних 20 лет здесь реализуется краеведческая программа, в рамках которой собраны воспоминания не только непосредственных участников боевых действий. Сегодня, когда уходят из жизни последние представители активных участников войны, необходимо записать воспоминания из вторых уст, от поколения детей и внуков ветеранов. Чтобы создавать вот этот рассказ, мы сами уходили в эту историю, в эту эпоху, в этот сюжет и погружались настолько глубоко, что чувствовали себя соучастниками происходящих событий. Авторы не скрывают, рассказы, собранные под одной обложкой и объединенные одной темой, не лишены художественного вымысла. Однако от этого книга не стала менее документальной. Сохранены не только все реальные фамилии героев, но и места, где происходили события. Что сильные эмоции может вызвать? Это какой-то неординарный случай, который, в общем-то, документальным текстом нельзя донести. Только умело подобранный текстом художественным, который передаст эмоцию, сильную эмоцию. Только этим, мы считаем, можно зацепить современного читателя, молодого читателя, который не видел войны, не знает войны. Вы смотрите «Диалог». Сегодня в программе принимает участие начальник Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи облсполкома Ирина Викторовна Довгала. Ирина Викторовна, что хочется сказать? Дай Бог, чтобы наша страна никогда больше не знала и не видела ужасов войны. Я очень верю в наших людей, которые с таким трепетом относятся к своему прошлому, сохраняют память о своих дедах, прадедах, отцах. Конечно же, каждое учреждение готовит что-то свое, все стараются. Не хотелось бы никого обидеть, но я думаю, что кому-то удалось вас особенно удивить. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, наверное, очень замечательно в сюжете было, многие интересные проекты были сказаны. Все-таки остановлюсь, наверное, на первом и самом главном деле, которое касается всех. Независимо от того, работают люди, не работают, общественные объединения, или это предприятия, организации. Это сегодня сохранение памяти. И не зря говорят, до тех пор, пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Сегодня захоронения и так далее идут по сию минуту. И благоустройство мест захоронений – это наша самая главная задача. И нанесение фамилий тех, которые находим по сей день. Самое интересное, что очень трепетные и совершенно замечательные находят, так скажем, проекты, наши даже редакции. Редакция советского района, именно газеты «Советский район», у них здесь совершенно великолепный проект «История одной награды». Чудный, которые на одной награде рассказывают в целом о человеке, что это было, как, что происходило. Можно зачитаться просто о том, как они это преподносят. Конечно, я сегодня не могу не сказать, что именно 9 мая завершает шагать по Гомельской области проект, который был начат только в Гомельской области «Парад победителей». И 9 мая по улицам города и всех районных центров и населенных пунктов пройдут с портретами тех, память о ком нужно сохранить. Я думаю, что пришло время, Ирина Викторовна, немножко рассказать о программе мероприятий, которая готовится непосредственно к празднику. Что ожидает нас 9 мая? Вы знаете, обо всем не расскажу, потому что это просто нечто. Каждый район, конечно же, искал свою изюминку, но могу сказать, что в городе Гомеле уже идет череда праздничных мероприятий. Мы встречаем автопробеги, велопробеги, географические общества, Российскую Федерацию, Украину и так далее. Уже 7 мая будет проходить прием от имени губернатора, ветерана Великой Отечественной войны. Будет закладываться депутатским корпусом городского и областного совета депутатов «Аллея героев». Это уже продолжение, так скажем, совершенно замечательной традиции. 8 мая будет большой праздничный концерт, и 8 мая будет открываться после реконструкции, благодаря именно Гомельскому горосполкому, профсоюзному движению, будет открываться памятник после реконструкции героям комсомольцев. А 9 мая у нас, конечно же, будет идти великолепный парад, я уверена, что аналогов которому не было. Парк примет сегодня гостей в антураже 45-го года. Приходите на все праздничные мероприятия. Все завершится, конечно, салютом. А наша программа, я думаю, что завершится поздравлением от вас, нашим телезрителям. Пожалуйста, прошу. Дорогие наши телезрители, в первую очередь обращусь, конечно же, к ветеранам. Ваша главная задача – жить. Живите долго. Просто живите. И просто будьте с нами рядом. Всем, всем жителям желаю в первую очередь мирного неба и, конечно же, счастья. Всего вам самого доброго. Ирина Викторовна, спасибо вам большое за сегодняшний диалог. И вам спасибо. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома Ирина Довгала сегодня была у нас в гостях. Удачного вам окончания рабочей недели и хороших выходных. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!